Отряд спасателей «Ангел» — это молодые ребята, в основном студенты брестских вузов, которые, взяв за основу девиз «Не оставаться в стороне», берутся за поиски без вести пропавших граждан. Яркие жилеты, фонари, рации, карта и напоследок подробный инструктаж координатора. И вот они уже готовы к очередному заданию. Поле деятельности — парковая территория. Вооружившись фактами, взяв во внимание приметы пропавшего, они идут по заданному маршруту. В деле главное быть предельно внимательными, последовательными. Большую роль играет сплоченность команды. Эти ребята никогда не знают, что их ждет, но они всегда готовы к работе. Такая деятельность, она временем не задается особо, потому что мы не можем предугадать, кто потеряется в какое время. Это может быть и ночь, может быть и день, может быть и утро. То есть у нас круглосуточно идет дежурство, могут позвонить в любое время. Естественно, если во время учебы, когда я нахожусь в университете, то я звоню своим помощникам, и кто свободен, прошу выезжать на поиск и оказать какую-то помощь, если это, допустим, сотрудники милиции или МЧС обращались к нам. Я был и в лесу, и в городе, мы были в каких-то подвальных помещениях, мы проводили небольшие поиски, обращались к нам в прошлом году, даже в крепости по казематам ходили, проверяли. То есть везде, где только можно было, считаю, уже был. Спасатели отряда «Ангел» ведут прямое сотрудничество с правоохранительными органами, тесно взаимодействуют со службой дня и ночи. Совместная деятельность помогает эффективно решать поставленные задачи. К помощи в поисках ребята привлекают и жителей города. Объявления о безвести пропавших они расклеивают в городе, надеясь на сознательность граждан и их соучастие. Насыщенность работы спасателей «Ангелов» зависит от так называемого поискового сезона. Самым активным для волонтеров считается период ягод и грибов, время наиболее частых выездов жителей области на природу в лес. Ты здесь не жалеешь о потраченном времени, о потраченных силах, ты отдаешь себя весь этому делу. Есть случаи, когда мы оперативно срабатывали и за сутки возвращали человека домой. Сложно сказать, сколько волонтеров насчитывает поисково-спасательный отряд Брестской области сегодня. На официальной страничке «Ангелов» в соцсетях более 4,5 тысяч активистов, поддерживающих благородную деятельность и принимающих непосредственное участие в ней. Это число постоянно увеличивается. Присоединиться к добровольцам хотят многие. Пример Кирилла Клыбика вдохновляет берестейских подростков. Второй по значимости после Минска стоит Брест по количеству поисков, найденных людей и информационной поддержки. И у нас уже в республике, в каждом регионе есть поисковый отряд. То есть он есть и в Витебске, и в Гродно, и в Гомеле, в Минске, и в Бресте. В Бресте даже есть у нас и в Пинске, и в Барановичах есть. То есть в каждом почти районном центре есть поисковый отряд. То есть там есть координатор, который в случае чего-то может оказать какую-то помощь в нахождении человека. Потому что люди, как правило, не только именно в городе Бресте теряются, но и в области тоже пропадают люди. Были случаи, когда и из Дергичина пропадают, тоже из Пинска. И там ребята, которые занимаются поисковой деятельностью, тоже организовывают поиски. Результат двухлетней деятельности внушительный. Поисково-спасательный отряд при взаимодействии с силовыми структурами оказал помощь в порядка 120 случаях. Благородная деятельность сегодня – часть жизни брестских ребят. Дело добрые дела – их кредо. Пример отзывчивой молодежи показателен. Вполне возможно, он станет стимулом для их сверстников, вызовет отклик и призовет стать частью команды. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.